Всем доброго в день и суток. Сегодня хотелось бы подвести такой небольшой итог нашего двухнедельного знакомства с Давидом, общения с Давидом. Точнее, две недели и один день. Сегодня, 8 марта, у нас был седьмой сеанс. Что у нас изменилось за это время? Как я уже говорила, я стала более спокойной. Это не то, что мне там нужно как-то себя сдерживать или еще что-то. Я просто спокойная, меня ничего из себя не выводит. Я по-другому стала относиться к тому, что происходит. То есть, если раньше я хотела и думала, почему со мной это, почему у других дети делают вот это, у меня ребенок этого не делает, ну, вот, ребенок не такой, как у других. Теперь я понимаю, что у меня ребенок самый лучший, самый хороший, замечательный, самый умный, любимый. С Дианой мы, по-моему, это еще больше сблизились, чем раньше. Дианочка очень стала спокойно засыпать. Для нас теперь вот эти слазенья с кровати, залазенья на кровать, не знаю, выключение, включение света, для нас это скорее исключение. Вот за это время это было всего три раза, и то не так как-то бурно, как происходило раньше. Также Диана стала больше обращать внимание на окружающее ее. Она стала больше вопросов задавать, что это, что здесь написано. Совсем недавно она заметила у нас на дверях глазок, я ей объяснила, что это такое, показала, что у него нужно смотреть. На следующий день она меня попросила поднять, посмотреть в этот глазок, и на мой вопрос, что ты там видишь, она сказала, комната. Я сказала, что это коридор. В следующий раз уже, опять же, на этот же мой вопрос, она сказала, что это коридор, и еще окно там есть. Как-то ребенок стал более общительным, стала повторять движения, которые ей показываешь, поднять руки, покружиться, и тому подобное. Раньше, когда я это показывала и просила повторить, она просто улыбалась, смеялась, добиться от нее повторения было невозможно, либо не так просто. Я просто даже не помню, когда она там что-то повторяла, либо нет. То есть это было очень редко. Сегодня вот у нас было развивающее занятие, на которое мы выходим каждую среду. Сегодня я пошла с Дианой на него пешком в первый день, потому что всегда, если мы куда-то идем по делам, то я беру коляску, мы едем на коляске. Потому что Диана, когда выходит на улицу, у нас сразу первым делом один маршрут, это детская площадка и качели. То есть никуда, там в другую сторону, только туда, сопротивление, ничего как бы нельзя было сделать. То есть иначе истерика. Сегодня мы пешком пошли на занятия, у нас недалеко, минут 10 ходьбы. Эти 10 минут в одну сторону у нас были очень спокойные. Она шла за ручку рядом, никуда не вырывалась, не бежала. На занятиях тоже она вела себя хорошо. Обычно мы приходим, заходим только в комнату. Для занятия она говорит, скажи пока-пока, хочет уйти, ее ничего не интересует, она ни во что не хочет играть, никакие игрушки, ничего. Начинается истерика, она плачет. Сегодня 45 минут она занималась. Ну, занималась, конечно, тем больше, что хотела сама делать, но тем не менее, 45 минут были спокойные. Немного мрачилось это тем, что когда нам нужно было уходить, Диана не хотела этого делать, она хотела продолжать дальше играть. И все-таки небольшая истерика у нас была. Диана более-менее успокоилась, мы собрались, пошли назад. Дорога домой была, ну, тоже немного такая неспокойная. Диана хныкала и шла. Но, по крайней мере, она опять же не бежала туда, куда она сама хочет, в разные стороны. Она все-таки шла рядом. Сегодня занятия у нас прошли довольно спокойно, по сравнению с предыдущими. Также Диана стала просить ее, просить меня, чтобы я ей заплетала косички. Она, конечно, с ними не ходит долго. Ну, вот сегодня она проходила где-то, ну, около часа она с ними проходила. Но, тем не менее, она сама просит их заплести, я ей заплетаю, она ходит. Раньше ей было невозможно сделать даже хвостик. Сразу резиночки снимались, выбрасывались. То есть, ничего со своей головой она делать не позволяла, кроме как-то счесывать. Ну, вот такие у нас пока небольшие успехи, хотя для меня это тоже уже хороший задел у нас все равно. И хочется сказать огромное спасибо Давиду. Пожелать всем всего самого наилучшего в достижении поставленных мне целей. И самое главное терпение. Ну, и еще раз большое спасибо Давиду.